Я рад всех приветствовать Blender 2.91 сегодня пятница значит выходной пью пиво и пробую сделать именно анимацию вот этого персонажа для игры именно как сказать чтобы анимация была для движения в игре вот так вот скорее всего так семерка на нампаде и нужно все это дело нам перевернуть ctrl z выбираем и косточки и все это дело перекручиваем так тройка на нампаде вот такой персонаж n панель screen таски включаю чтобы увидели что я нажимаю таймлайн уже выдвинут ну а теперь выбираем только косточки и заходим значит посмотрим файл я сейчас сохраню сейв ас десктоп и значит болта основной чтобы от него потом и плясать так теперь мотаем таймлайн чтобы был первый пятый десятый кадр и давайте ставить все это дело в позу значит блокинг делаем первый кадр пятый десятый пятнадцатый что нам нужно сделать нам нужно первым делом тазовую кость выбрать так пардонте сначала убираем вот эту косточку нам нужно подсогнуть именно позвонок теперь выбираем кости вот эти вот так r перекручиваем немного перекручиваем хвост и теперь тазовую кость немножко припускаем вот так а и локрот так тройка нам подъесть это у нас первый кадр теперь делаем пятый на пятом кадре все попроще значит выбираем вот эти лапы g сюда перекручиваем вот эти ступни еще как бы вперед голову еще вперед ноги полностью назад вот так вот перекручиваем их тоже и что делаем позвоночник тоже перекручиваем хвост так хвост ну давайте его как бы выровняем тоже вот и вот так получается а и локрот и получается вот такое движение у нас пока десятый кадр на десятом кадре все тоже очень просто мы ставим лапы вот сюда и как бы смирно перекручиваем теперь перекручиваем взвод поднимаем очередь вперед перекручиваем шею р еще немножко зад так что еще выбираем задние косточки вот эти ног и тройками нам поди смотрим rg хвост перекручиваем именно на сгиб так эти косточки мы поправляли значит мы их тоже подправим пишем а и локрот смотрим что получилось и пятнадцатый кадр теперь на пятнадцатом кадре выкручиваем тазовую кость выкручиваем позвоночник делаем ровным тазовую кость тоже еще выкручиваем g опускаем вот эти лапы и перекручиваем ставим g вот сюда ну а эти лапы так вот эту лапу точнее и и вот эту тройка на нападе и значит g r и подставляем поближе к этим лапам таз уводим вот так голову немножко нагибаем а и локрот и теперь первый кадр шейф д копируем на 20 ставим 20 кадров и смотрим как пошел у нас бег вот таким вот образом так что еще можно сделать на 15 нам надо r немножко опустить хвост а и локрот вот и на 20 хвост поднимается на 10 он тоже должен наверно не сюда за поднят быть а где-то наверно как будут прижать р сюда и сюда косточку эту косточку сюда ну и эту косточку вот так вот так р вот таким вот образом а и локрот смотрим где у нас будет верхняя . вы видите что верхняя . у нас должна быть вот здесь g поднимаем кверху а и локрот переписываем вот уже он более живой теперь первая . значит все нормально так вот этот хвост наверно все таки мы так что с ним сделать ну так оставим а и локрот и вот амплитуда вы видите что маленькая лап да почему потому что пятый кадр первый так первый кадр пятый десятый у десятого кадра вот эти лапы вот эти лапы должны быть где-то вот тут или наверно даже как-то тут на я попробуем так g r поставим их на пол а и локрот так идет перебив так это вот здесь это здесь попробуем эти ноги поставить поближе сюда попробуем десятый кадр g убрать этот кадр на десятый а вот этот удалить дэвид кейфрейм так тоже это дело не хорошее мне получается интересного прыжка да вот так вот так что у нас пятым пятом у нас вот такая штука значит попробуем а и перекрутить вот этого персонажа а его крот так теперь что у нас не так смотрим проверяем лапы ставится так перекрутить вот эти лапы g а и локрот так смотрим так вот с хвостом тут уже косяк здесь он должен идти уже вверх вот так вот так вот как-то а и локрот на пятнадцатом смотрим что получится идет прыжок хвоста да на первым на пятом на пятнадцатом так вот этот хвост r побольше а и локрот пятнадцатый кадр здесь значит хвост должен раскрутиться а и локрот такая штука смотрим что получилось ну для анимации для анимации вот такая штукенция получается так что у нас тут с маткапом вот теперь если поставить какой-то город или вот он должен бежать допустим собирать какие-то там штуки важные то вот где-то в таком духе так что еще тут можно сделать давайте поэкспериментируем так это выходит вот выпрямляется он ровно значит вот этот первый кадр первый кадр даже не 1 15 по моему так выравниваем р спину р перекручиваем таз g таз поднимаем вот сюда вот так как назад чуть-чуть уводим ну получается теперь р голову выравниваем вот эти все косточки р тоже g подставляем к середине и вот это тоже как бы вот здесь а эту кость g вот так отводим назад а и локрот смотрим во вот теперь поймался вот этот момент движения хвост движется шея движется еще что можно сделать давайте паузу поставим на десятом так 5 до на десятом голова и еще больше уходит сюда вверху так хвост сам скручивается лапы на месте и можно еще вот g вытянуть отсюда вот как бы персонажа назад а и локрот вот теперь уже четко уже нормально смотрим что получается если в игрушке он будет где-то вот так вот бежать то принципе уже нормально вот таким вот образом так давайте еще экспериментировать пока есть время тройка на нам паде пробел что можно сделать так проверяем вот так постоянно двигаем ползунок и смотрим он должен показать что в нем не так если где-то перебив то два кадра берите и вот двигайте вот так вот идет подъем все нормально да так первые кадры мы не трогаем а вот последующие вот эти последующие давайте посмотрим что получится так вот эти ступни мы перекрутим вот так и G еще выше поднимем а и так так это мы можем сделать на 15 15 мы не сделаем правильно значит здесь R перекручиваем ступни на 17 G и вот так все это дело подставляем а и локрот смотрим что получилось вы видите что он стал бежать более прикольнее если сейчас мы вот этот кадр дэлит кейфрейм удалим и допустим 20 подставим G ну где-то на 17 поставим 17 кадров и смотрите как изменится на наш бед о он стал еще более прикольный тут минус смотрите во первых когда он толкается вот когда он толкается у него не выпрямлены задние ноги это есть минус значит выбираем таз выбираем G и вот так где-то хотя бы и R перекручиваем персонажа и G на вытянутые ноги ставим так шею шею так R тоже припускаем а и локрот теперь удаляем последний кадр он был первым у нас смысле дублированным мы делаем дэлит кейфрейм и первый кадр shift D сочетание клавиш копируем на 17 заметьте как теперь еще прикольнее все это дело стало но смотрим здесь ноги у нас выпрямлены не полностью значит вот этот бег будет на ограничение значит тройка это значит G и лапы вытягиваем полностью так и перекручиваем вот таким вот образом а и локрот смотрим что теперь получилось это значит пятый это у нас десятый так идет посадка на москву 15 значит R здесь перекручиваем вот так эту тоже косточку перекручиваем и G вот эту косточку поднимаем теперь R перекручиваем шею и вот эту косточку G уводим назад а вот эти косточки значит G уводим вперед вот эту кость тоже немножко перекрутим чтобы спина стала ровно и вот так вот а и локрот так где у нас идет перебивка вот это вот идет у нас перебив чем перебив идет в шее шея постоянно должна смотреть на точку бега так позвоночник позвоночник еще наверно нужно перекрутить голову еще немножко перекрутить и вот этот таз как бы на вытянутую поставить вот эти теперь косточки G поближе сюда вот так как то а и локрот и вот так вот постоянно экспериментируем подгоняем вот эту вот анимацию к нормальному бегу чтобы все косточки были задействованы вот хвост дергается давайте его теперь подкорректируем значит если здесь хвост вот в этом положении вот смотрим ровно ровно да а на десятом он уже сильно задром это уже не есть гуд теперь R все это дело мы выкручиваем и хотя бы даем маленькую амплитуду вот так вот а и локрот смотрим что теперь получилось хвост теперь не движется правильно значит теперь мы это дело подправляем вот таким вот образом чуть-чуть поднимаем а и локрот смотрим так где тут есть нехорошо R вот чуть-чуть его сгибаем а и локрот и получается что у нас ровная шпала это тоже не нехорошо на пятом хвост у нас не вытянутый а чуть-чуть так вот выровняем и чуть-чуть его изогнем вот так а и локрот смотрим на пятнадцатом R вот где-то наверно хвост будет вот так изгибаться и вот так чуть-чуть его выпрямим а и локрот локрот во ну хотя бы что-то в таком духе так здесь у нас хвост вот в этом положении опускается чуть-чуть вниз ну так где-то и чуть-чуть его изгибаем кверху а и локрот теперь первый кадр мы делить и фрейм и первый ну последний shift D сочетание клавиш на первой G перетягиваем так вот здесь уже у него идет дергание так так вот здесь нужно опустить хвост еще ниже вот так вот так вот так вот так вот так вот так как то вот и а локрот ну вот уже нормально хвост движется несильному все равно нормально ну такой получается бег теперь что мы делаем а теперь мы делаем вот такую штуку мы прописываем вот эти вот кадры. Так, разматываем все это дело колесиком и нам надо все это дело прописать. Значит, А и локрот и погнали каждый кадр прописывать локрот. И вот теперь персонаж бежит более мягче. Ну, такая штука. Итак, если мы его вот так поставим, вот так вот, вот, и добавим какую-нибудь панораму, допустим, он бежит по городу и как-то его тут вот сможем поворачивать, там раз, он там как-то прыгать будет еще, вот так вот перегибаться. Ну, в принципе, вот уже готовая анимация какой-нибудь шутер. Все, всем пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok